Всем привет! Я решил перезаписать свое видео на тему, как выбирать фотоаппарат для новичка. Естественно, собрав новую информацию, самое главное, отзывы в комментариях и на стримах на этом канале. И с чего я хочу начать. Вот первое, с чего начинают люди, они думают, что разные фотоаппараты, вот прям будет разное качество изображения. Хочу вас, ну может быть, кого-то разочаровать, что нет. Ну как бы есть разница, но она не такая колоссальная. То есть не надо думать, что фотоаппарат делает за вас все, особенно если он самый модный, самый новый и дорогой, то там какая-то картинка, какая-то там мифическая. Ну, во-первых, дело не только в фотоаппарате и в объективе. Во-вторых, даже если там крутой объектив, то очень важно, как вы работаете со светом, с какой стороны вы снимаете, добавляете ли вы какие-то источники освещения и так далее. Это важнее, чем модель камеры. Вот что я хочу сказать. То, что вы делаете. Ну то, о чем всегда говорят, что на первом месте руки. Это не значит, что надо брать вообще какой попал фотоаппарат. Надо брать тот, который нравится на самом деле. Просто не зацикливаться на том, что когда люди берут, вот они ищут в сравнениях какие-то, выискивают файлы в интернете и хотят найти, что вот на этот картинка будет принципиально другой. Вот, например, опять же, если вы сравниваете камеры с одинаковой матрицей, допустим, там, не знаю, Canon R, Panasonic S1H, там, Sony A7 III, и люди думают, что вот, а какой лучше снимает. Да они одинаково снимают плюс-минус. То есть, если вы сравниваете полный кадр с полным кадром, ну, везде будет тот же самый объем, везде оно будет все хорошо тянуться. Просто, если сравнивать модели очень разные по времени, то есть, если между ними зазор, ну, там, лет 10, то они будут слабее технологически. То есть, фокус по глазам бесспорно удобная штука. Удобно, когда у вас есть сенсорный экран, куда можно тыкнуть, там, режим Live View. Но старые полные кадры, как фотоаппараты, то есть, я еще уточняю, потому что сейчас многие выбирают устройство гибридное для фото и видео, как фотоаппараты старый полный кадр, он по-прежнему лучше, чем новый crop. Если мы говорим чисто об объеме, восприятии изображения. Но, опять же, если вы эту разницу увидите, то есть, crop'ы, на самом деле, тоже не такие уж плохие. Но я сейчас немного, знаете, пошел в разнобой, потому что у меня тут есть списочек, с чего я хотел начать. Потому что, вот, сравнение по качеству фото. Потому что мне вот человек писал, я его сравнивал, там, Sony A7 III и Fuji X-T3, и делали где-то, там, тестовые кадры. Они, ну, что такое, типа, похожее, типа, так, может, не надо брать, типа, полный кадр, оно же, типа, одинаковое. Поймите, сравнить качество фотографий можно только, если вы сами их сделаете. То есть, ну, фото кого-то там в интернете, оно не говорит практически ни о чем. Ну, можно, можно скачать RAV, там, его потянуть. Опять же, смотреть под шпегом, это полный бред. То есть, если вы уже сравниваете, то качайте только RAV-файлы. Шпег, это вообще ни о чем. Как некоторые люди сравнивают ISO. Вот, я задрал ISO 20000, оно не шумит, все красиво. Ну, поймите, высокие ISO, проблема шумодава сейчас везде очень хорошая, и программная, и в камерах. Проблема высоких ISO не только в шуме, а в том, что у вас идет деградация цвета и света. То есть, у вас динамический диапазон просто схлопывается очень сильно, и там просто нет информации в этом кадре. Он выглядит плоским и неинтересным. То есть, грубо говоря, полный кадр там на ISO, не знаю, там 1600, снимает там как кроп на ISO 200. Вот то, с чего я начинал. То есть, прямые руки. Если вы на вашей камере, какой бы оно там ни было, вот всегда снимаете на базовом ISO, оно вам будет давать максимальный свой потенциал. А если вы думаете, что вы купили полный кадр, и сейчас мы будем снимать на ISO 10000, можете снимать, оно может не будет шуметь, если в шпеге делать. Но картинки там не будет. Просто вот такое дело. Ну, прямые руки. То есть, снимаете на низких ISO, раскрываете потенциал камеры. Пытаетесь из него давить непонятно что. Опять же, одеть туда темный объектив, поднимать ISO, потому что это полный кадр. Но это чушь. И чужие тесты, чем они плохие? Они есть или бездарные, или нейтральные, или которые сознательно вас вводят в заблуждение. То есть, когда фотографируют красивых моделей, в красивых студиях, с красивым светом, и вам говорят, что именно эта камера так снимает. Ну, это бред полный. Потому что вам показали не камеру, а вам показали, как они красиво умеют работать со светом, и как они красиво умеют подбирать модель. И всё. Или когда вам показывают красивые фото из путешествия, особенно это касается Micro 4.3, вам показали не как камера снимает, а какой красивый там водопад, который можно снять на что угодно красиво. Не обязательно только на эту камеру. Поэтому, если вы искренне хотите понять, как эта камера снимает, то вам нужно лично, самостоятельно взять её в руки и сделать тестовые кадры в RAVI и самостоятельно их покрутить в Lightroom, и чтобы вы видели, какой была реальность, какой была сцена, которую снимали, насколько она была сложной, несложной. Опять же, когда люди снимают всё с идеальным освещением, там, я не знаю, со студийным или на улице, но когда свет хороший, ну, сравнение получается такое. То есть, чтобы понять, ну, как бы, границы возможного техники, нужно поставить камеру в неудобные условия. То есть, например, сравнение по тест-автофокусу, как камера фокусируется. Но когда эти тесты проводятся при, допустим, ну, вот, допустим, сейчас я снимаю с себя 7 вечера, как бы, ну, ещё светло, лето, но свет не контровой, и, по сути, в таких условиях, ну, камеры не будут тупить. Особенно ещё, если это ещё и в статике всё происходит. Но если вы попробуете протестировать в реальных условиях каких-то репортажных, там, зайдёте в какой-нибудь ресторан, контровой свет непонятно какой, там, лампочка сзади светит, тут темно, тут светло, и человек будет двигаться туда-сюда, то вот там вы действительно увидите, где автофокус дно, а где он работает. Но таких тестов очень мало. Почему я говорю, что нужно брать камеру, ну, в свои руки. Следующий пункт – это кроп, полный кадр или микро, то есть касательно размера сенсора. Если мы выберём камеру для новичка, я считаю, ну, тут, надо, знаете, думать ещё о бюджете. На что, ну, куда нам смотреть. Опять же, микро я, по большому счёту, ну, не могу не рекомендовать никому, потому что, ну, в ней нет смысла, потому что она объективно слабее по объёму сенсора и не даёт, ну, цвет, цвет, ну, слабее она. То есть какой смысл? Тем более, что сейчас люди, если берут фотоаппарат, то у них от него ожидания какие-то, ну, уже, скажем так, высокие, потому что иначе есть телефон, который при хорошем освещении всё очень хорошо снимает, если это хороший телефон новый. И если человек сегодня уже покупает фотоаппарат, то он чего-то от него хочет, ну, побольше. Соответственно, ему сенсор нужен побольше. Поэтому микро я, ну, даже не рассматриваю, не советую ни для фото, ни для видео. Неинтересно. Но вот обычный кроп полтора или полный кадр, на самом деле я не считаю, что прям кроп это всегда плохо. И для новичка, который только начинает с этим знакомиться, не надо обязательно стремиться купить полный кадр. Надо, во-первых, я считаю, что надо начинать с недорогой камеры, с недорогой оптики. Даже если вы себе можете позволить там сразу более крутую камеру, но я считаю, что не стоит спешить, а нужно получить кайф от апгрейда, от того, что вы попробуете работать на что-то попроще, и потом вы поймёте, за что вы заплатили. То есть что вы получили, заплатив там ещё, не знаю, там 2000 долларов сверху, потому что разница между кропом и полным кадром, но в зависимости от бренда, об этом я пойду дальше, она может быть большой, а прирост того, что вы получите, совсем не таким большим. Особенно зависит от того, что вы хотите снимать. Опять же, люди, когда берут первую камеру, они обычно ещё не знают, чего они хотят и что они вообще хотят снимать. Поэтому нужно взять камеру с каким-то китовым объективом и не париться. Абсолютно любую. Об этом было моё первое видео. Не надо думать, что они принципиально хуже будут снимать, а если я куплю эту, то всё, фоток не будет. Будет, и всё будет в порядке. Я говорю, что купите ту, которая вам будет хорошо лежать в руках, и это то, от которой вы получите удовольствие. Вы знаете, как сердце лежит. Вот я, например, как вторую свою для удовольствия купил камеру Fuji, но не потому, что я могу рационально какие-то функции, навороты, которые, я считаю, не сильно меняют ситуацию. Мне нравятся их дизайны, колёсики. Знаете, вот это главная причина, почему мне нравится Fuji. Вот, всё. И точно так же и любителю. Ну вот нравится вам, как она выглядит. Ну купите такую. Ничего страшного продадите, потом купите следующее. Это решение не на всю жизнь. Не надо думать, что это такая фатальная ошибка, и она вот будет снимать как-то не так, будет плохо снимать. Всё, она хорошо снимает, и не надо с этим очень сильно париться. Потом уже вы поймёте, какой вам нужен объектив, в зависимости от того, что вы хотите снимать. Потому что человек, который не знает, что он хочет, ему нужно советовать. Ну как можно советовать, если нет вопроса? Для того, чтобы человеку дать грамотную консультацию, объяснить, что ему нужно купить, нужно, чтобы у него возник запрос и конкретная потребность, что он хочет снимать именно это и это. А пока потребности такого вопроса нет, надо брать, ну честно, но надо брать что угодно, и я считаю, что нет смысла вкладываться и брать что-то очень дорогое, потому что вы можете эту разницу не ощутить, и всё. Следующий момент тесно связан с выбором бренда и с вопросом денег. Это взгляд на систему, то есть покупая фотоаппарат, вы должны понимать, что вы покупаете не просто тушку, вы входите в какую-то систему, в первую очередь, по оптике. Потому что у каждого бренда своя линейка, своя стоимость объективов и свой подход, какие они есть. То есть, например, ограниченный выбор объективов на кроп, но они есть, но он ограничен. В Fuji, например, больше объектив, топов, большее количество топовых объективов на кроп, но при этом такое понятие, как полный кадр, у них полностью отсутствует. На средний формат перейдут, ну, немногие, но лишь некоторые из нас, как говорят классики, поэтому люди остаются на этом кропе, накупая себе дорогих объективов и упираются в потолок. Ну, не, ну они продолжают убеждать себя, что кроп это то же самое, типа разницы нет, но разница есть. Но, опять же, если вы долго снимаете и, ну, ее видите, так вот, когда вы покупаете первый фотоаппарат какого-то бренда, то, скорее всего, потом вы будете покупать следующий фотоаппарат и объективы тоже этого же бренда. То есть, вы уже входите в какую-то систему. Вот, и на этом моменте я бы советовал быть, ну, более осторожным, потому что от выбора системы, ну, очень зависит, сколько вы потом потратите. Есть такая шутка, хочешь разорить своего друга, подари ему фотоаппарат. И вот я об этом хотел сказать, что нужно думать наперед. То есть, если, ну, очень редко такое бывает, что человек покупает фотоаппарат и на этом успокаивается. Ему потом хочется к нему докупить объективчиков, вспышечек, еще объективчиков, еще объективчиков, потом поменять тушку. И надо понимать, вот, посмотреть вперед, куда вы будете дальше двигаться. Почему я не рекомендую микро? Потому что там двигаться некуда. То есть, окей, если человек нетребовательный фотолюбитель, он себе купит эту тушку и будет на нее снимать. Но нет же предела совершенства, всегда же хочется чего-то нового, но вложения в эту микро не приведут, они просто будут высасывать деньги, но не давать какого-то реального результата. В то время как у других систем, допустим, возможностей больше. Но, опять же, вот у Fuji нет полного кадра, допустим. У каких еще систем? Не, ну, в принципе, я, если уж говорить о брендах, следующий мой вопрос, то главными фотобрендами, я считаю, Canon и Nikon. Ну, Sony для меня не существует. Я считаю, что это, ну, просто даже недостойно внимания. И если вы входите в эти системы, то у вас выбор оптики, выбор всего, чего вы хотите. Громадный, и это есть старые, есть новые объективы. Какие хочешь на любой вкус, на любой бюджет. Следующий момент, это вот по поводу бюджета. Являются ли деньги вопросом или не являются. Потому что есть люди, которые считают деньги, там, каждые, грубо говоря, 100 долларов. А есть люди, которые хотят купить по максимуму, что все было вот просто круто и сразу и все. И тут, ну, такой момент. То, с чего я начинал, что то, что оно круто, не означает, что оно принципиально по-другому снимает. Что вот от того, что там будет, не знаю, объектив за 2000 долларов, тушка там за 2000 долларов, что это сразу будет делать шедевры. Не будет оно делать шедевры. Вот честно. Поэтому даже если новичок готов потратить много денег, я бы не советовал. Я бы советовал начинать с чего-то среднего. Ну, окей, если там, ну, бежать не вопрос, но камеры за 1000 долларов, за 500, там, разница будет элементарно даже в корпусе, в кнопочках. Ну, то, что вам хорошо лежит в руке, и все. А покупать, вот, допустим, Canon R, там, топовые объективы, сразу все вот-вот и по максимуму, ну, я в этом не вижу смысла. Потому что, ну, банально, вот, даже ощутить радость от апгрейда и понять, вот, вы увидели скачок в том, что вы получаете, или этот скачок был непропорциональным. В любом случае это не так сложно. Купить одно, продать другое, там, проапгрейдиться. Но сразу покупать топовое, человеку, который в этом не понимает, зачем оно ему надо, не вижу смысла. Ну, а если для вас, допустим, деньги вопрос, если вы экономите, если вы их считаете, то, опять же, для новичка камеры за 500 долларов, это вполне нормально. И не надо думать, что, вот, допустим, человек покупает кроп за 500 долларов, что кроп за 1000 будет принципиально другим. Нет. Надо понимать, что у брендов есть, как бы, наценка идет за корпус, за функции, за навороты, за маркетинг. Но один кроп от другого, вот, прям так, кардинально, принципиально не отличается. Точно так же, как один полный кадр от другого, принципиально не отличается. Но я сейчас делаю акцент на фотосъемке. Видео там отличий чуть-чуть больше. Но все равно, если мы говорим о современных камерах, то нет там таких кардинальных отличий. Тут я хочу ответить на еще один вопрос, тоже часто задают. Купить ли новый кроп или старый полный кадр? То есть, если мы говорим о маленьком бюджете, допустим, за 500 долларов можно купить сейчас, там, Canon 800D или Canon 5D Mark II, бушный, старый, там, с каким-то там пробегом. Ну, вот, знаете, для новичка я бы, ну, 5D Mark II будет по картинке лучше. Ну, опять же, с моей стороны, с стороны опытного человека, который видит разницу. Но это будет бушная техника со своими нюансами, со своим пробегом, которая может, ну, оказаться не совсем рабочей, может не повезти. Старые камеры, они уступают не в качестве картинки, они в первую очередь уступают в функционале. То есть, ими снимать, ну, как бы более напряжно, не так просто. И 800D, хотя, знаете, я любителем быть беззеркалок, да и, в принципе, всем у меня было видео на эту тему, беззеркалки бы больше советовал. То есть, сейчас для 90% задач они больше подходят. Но только если вы не хотите много снимать спорт. А так, свадьбы, репортажи для себя, съемки, семья, все что угодно, беззеркалки эти задачи хорошо выполняют. Ну, естественно, со сменной оптикой. Но это мы берем по умолчанию, что оптика у нас сменная. Так вот, возвращаясь к теме, ну, старый полный кадр или новый кроп, в двух словах, старый полный кадр, картинка лучше, но новый кроп приятнее, удобнее в использовании. Ну, вот как-то так. А если вы хотите, чтобы все вместе, ну, тогда новый полный кадр. Как-то так. Но хочу сказать, что у меня, что разница между кропом, полным кадром на одной системе, не для всех не всегда может быть критично важной. У меня вот был обзор 800D, я там сравнивал как раз вот старый полный кадр 5D Mark III. И по динамическому диапазону, да, Mark III там чуть-чуть лучше тянется, я на широкий угол снимал, но не так, что прям там вау, все меняется кардинально. Очень похожие изображения были. Если вы их берете и сравниваете, знаете, как в этих тестах, сравниваете бок о бок, типа, а зачем переплачивать? И часто оно так и есть. То есть разница, она не везде и не всегда проявляется. А для того, чтобы вы это видели, разницу, я советовал бы, ну, как я уже говорил, начинать с чего-то попроще, чтобы вот ощущение разницы к вам пришло. Следующий момент – это такой вопрос, как комбайн для фото и видео. Сейчас же на фотоаппараты снимают все подряд, и фото, и видео. И тоже люди задаются вопросами, а вот на что же снимать все подряд. И тут я должен сказать, что, ну, прогресс последних лет, он касается больше видеонаправления, чем фото. То есть внедряется 4К во все камеры, внедряется следящий автофокус по глазам, плавный автофокус. Эти функции, они как бы уже есть везде. Но касательно видео, автофокус не у всех вот работает одинаково хорошо. То есть, например, на тот же микро 4,3 он как бы есть, но как бы и нет. Почему я еще раз, ну, не хочу ее советовать. Плюс на том же видео у каких-то камер картинка чуть-чуть трещи, у каких-то она менее резкая. Насколько это критично? Ну, я скажу так, если у вас Full HD монитор, то какой там 4К вообще не критично. То есть надо еще понимать, на чем вы это все будете смотреть. Потому что люди берут, знаете, по параметрам, мне надо 4К 60 FPS, а потом это смотрится на Full HD мониторе. Да, это преимущество для монтажа. Про 4К я говорил, но будете ли вы им пользоваться, вопрос. Full HD по-прежнему остается массовым стандартом. И вот вижу, некоторые пишут, камера должна обладать 4К 60 FPS. А если его там нет, нет, эта камера не то. Или в камере должно быть 10 бит. А если там нет, это вот тоже не то. И знаете, это разные лагеря. То есть Sony вводы говорят, что у них все круто, потому что у них полнокадровая 4К. А 10 бит им не надо. И 4К 60 FPS, ну, тоже не надо. То есть фудживоты, наоборот, говорят, ну, полный кадр, то такое. Можно обойтись и без этого. Но надо 10 бит и надо 4К 60 FPS. Вот без этого кино не делается. И тут такой парадокс. Так что же надо? Это или это? А фишка в том, что им просто производитель рассказал, что это круто. И, ну, знаете, просто стадо болванчиков. Вот как производитель сказал, то нам и нужно. Ну, кстати, я по этому поводу говорю, что не надо гнаться за этими параметрами. Если камера выдает хорошее Full HD, с этим можно жить. Если она выдает 4К, ну, окей, это хорошо, это прикольно. Если она выдает 4К 60 FPS, это хорошо, это еще лучше. Но не надо думать, что вот без этого прям жить нельзя. Можно жить и можно себя хорошо чувствовать. Просто вот эта погоня за параметрами – это не про то, что у вас будет красивое видео или там что-то, что-то от этого вот радикально поменяется. Особенно у людей, у которых нет конкретного запроса, они не понимают, зачем им это нужно. Допустим, про тот же Slow Motion. Бывают съемки, которые принципиально, но они на него полагаются. Вот есть люди, которые какой-то экшен снимают. Или снимают какие-то, не знаю, эксперименты физические. У меня был такой запрос там, где взрывается, что-то летает. Там вот постоянно нужен Slow Motion и побольше кадров в секунду. Ну, под это выбирается одна камера. Но, понимаете, нужен запрос, нужна конкретная задача. Если человек берет просто камеру какую-нибудь, чтобы там вот, ну, чтобы хорошо снимало, не надо на это смотреть. Если этого там не будет, ничего страшного. И касательно комбайнов, тут такой момент просто, для чего этот комбайн нужен. Потому что, если снимать для себя, ну, я уже говорил, это может быть абсолютно любая камера. Ну, опять же, хороший автофокус на видео. Сейчас это Canon, Sony, но это их не спасает. У последних Nikon хороший автофокус. Fuji с родной оптикой, но уступает. Кто у нас еще из брендов? Ну, все. Потому что, ну, такие уже аутсайдеры, как Olympus, Pentax, ну, Panasonic почти аутсайдеры, там с автофокусом не очень. Автофокус – это штука очень важная. И тут, знаете, есть категория людей, которые говорят, настоящее кинодело снимают только срочным фокусом. Крутые чуваки только руками крутят. Ну, смотря что и где вы снимаете. То есть, если у вас действительно постановочная съемка, какая-то реклама, какая-то документалистика, ну, окей. Особенно, если вы работаете в команде, у вас там еще есть фокус-пуллер, за экранчиком отдельно сидит, ну, так вообще супер. Но если вы снимаете сами, то автофокус – это очень удобно и очень хорошо. Особенно, если вы хотите снимать что-либо с людьми, там, экшен какой-то, не знаю, репортаж. Неважно. В принципе, если вы один на один с камерой, то лучше, чтобы автофокус был, чем его нет. И именно по части автофокуса, вот, ну, в этом отличается. Потому что, например, старые Canon, ну, до, вот, допустим, до Canon 70D, но это камера уже какого-то, 13-го года, то есть уже очень давно, как он появился, в 5D Mark III не было автофокуса на видео. Но сейчас это уже не вопрос. То есть вы какую камеру не возьмите, он там везде будет. Поэтому куда-то двигаться, там, ой, 90D, или там, не знаю, или 800D, или Canon RP, автофокус везде хороший. Другое дело, что если мы берем Canon, то у них видео, ну, не во всех моделях, оно там вот хорошее по детализации. То есть, да, если вы хотите, если у вас действительно 4К-монитор, если вы хотите высокую детализацию, то дешевый Canon вас едва ли дуалитворит. То есть нам нужно смотреть. 6D Mark II забыли, 5D, ну, Mark III это мы давно забыли, RP тоже забыли, 90D, Canon R, Mark IV. Все. Другие Canon для видео, мы о них не думаем. У Nikon Z6, Z7, Z50 с видео все отлично. У Fuji, в принципе, резкое видео практически на всех камерах, X-T3, X-T30, ну, X-T4, тем более. Автофокус хороший, но он резкий такой, скачкообразный местами, но все равно хороший. То есть Fuji под видео, ну, их нахваливают, да. Но вот по поводу комбайнов, возвращаясь мы к этому вопросу, то есть чем мне, например, не нравится Fuji для видео? Потому что, да, там есть эти крики про этот 10-бит, но если вы хотите так уж прям серьезно заниматься цветокоррекцией, то нужно купить камеру Blackmagic, потому что у Fuji все эти цветные профили, там, Provia, Astia и так далее, Eterno, они очень классные и милые, но это все тонирование, и у вас нет чистого цвета. И даже в 10-битах вытащить этот чистый цвет, ну, нереально. То есть, не, ну, можно красиво это покрасить, но все равно цвет не чистый. Когда вот у меня был на тесте Blackmagic, я был в восторге. Это там, ну, элементарно, ничего не надо делать, там, ну, как просто там лут накинуть, и картинка сочная, и цвета, естественно, неприятная. И не надо в RAVI даже снимать, в прорейсе там каком-то снимаешь, и все, у тебя рабочий кодек, и у тебя очень классная картинка. Но если это действительно, ты заморочен на цветокоре, оно тебе нужно. Если ты не заморочен, то 10-бит в Fuji, ну, это не про то, это просто как такой, знаете, параметры и понты для приезжих, я бы так сказал. Еще такой вопрос про комбайн для фото и видео. То есть, почему вы хотите, чтобы это было в одной камере, почему вы не хотите купить отдельную видеокамеру, или кинокамеру? Тут два варианта ответа. Или потому, что вам дорого, или потому, что вы ленитесь. Ну, только так. Потому что, если вы прям, как все себя позиционируют, такие профессионалы, у них такие проекты, им это все очень важно, все очень круто, ну, купите Blackmagic, как минимум, там все очень круто. Но зато там нет автофокуса, там нет ручной экспозиции, там нет автоматической экспозиции, там нет автоматического баланса белого, там все вручную. Но картинка, там сок. И Fuji там рядом не валялся. Ну, потому что это Blackmagic. А так, получается, мы ни туда, ни сюда. И так вот, ну, по сути, со всеми этими фотокамерами. То есть, вам, ну, всовывают туда эти параметры, рассказывают, что видео оттуда будет просто космос. Ну, оно хорошее, где-то там в каком-то направлении. Ну, если вы прям очень серьезно этим хотите заниматься, то вам нужна видеокамера. Видеокамера сейчас, поймите, не значит, что у них маленький сенсор и плоская картинка. Моделей много. Выбирать можно. Но это отдельное устройство, но которое тоже стоит немалых денег. И тут у меня тоже такой вопрос. Если вы такой крутой кинодел, так вам за ваши проекты достаточно должны платить денег, а вы себе можете позволить купить отдельную нормальную камеру? Ну, или как минимум ее арендовать. А вот это у меня фотоаппарат умеет все. И он, и крутые фотки, и все-все-все. Ну, я больше сторонник идеи, что вы покупаете фотоаппарат, который хорошо фотографирует, и это его главная функция. И вы выбираете, в первую очередь, как фотоаппарат. А функция видео, опять же, для чего она вам нужна? Если у вас какая-то мелкая, вот как у большинства, мелкие подработки, где-то что-то поснять, то вообще не важно, какой он там клиенту устроит, и Canon в том числе. Все его устроит. Ну, опять же, старый мыльный Canon, будут вопросы, но старые Canon под видео я не рекомендую. Кропы Canon под видео, старые, нет. Ну, это печальная картинка, в моем понимании. Но все равно, не надо на этом зацикливаться, что вот эта камера, она вообще, типа, ну, она никуда не годится. Оно все годится. Просто посчитайте, сколько вам будет стоить оптика на эту систему, и что вы получите. Почему я вот говорил, что Fuji X-T3, допустим, не профессиональная камера. Не потому, что она плохо снимает, или там не хватает каких-то функций. Я, кстати, себя сейчас пришу на X-T3. А потому, что с позиции, ну, профессиональной, это то есть для заработка денег, нужно считать свои инвестиции. Сколько вы потратили, и что вы получили. Вы покупаете фотоаппарат, то есть я вот подчеркиваю, фотоаппарат, комбайн, это уже компромисс, потому что у вас не хватило денег, грубо говоря. Вы покупаете кроп фотоаппарат по цене полнокадровая, еще по цене оптика там идет, как полнокадровая по цене. Ну, так за что вы переплачиваете? Если вы честно покупаете все любительские фотоаппараты, он вам нравится, потому что там крутилки, ну, как я себя даю отчет, мне нравится, что там крутилки, я получаю удовольствие. Это одно дело. А если вы говорите, что вы покупаете профессиональную технику, ну, так вы должны считать, сколько вы вложили денег и что вы получили взамен. Крутилки тут, ну, в расчет не берутся. И, ну, куда рациональнее взять любой полный кадр, Canon, Nikon, старый, новый, неважно, потому что картинка будет лучше. И отдельно уже устройство для записи качественного видео. Какое у вас там будет видео, репортажное, не репортажное, это уже другое дело. Но отдельно. Если вы уже профессионал, и у вас это коммерческая деятельность. Опять же, если ваша коммерческая деятельность, такая, скажем так, приземленная, и ничего сложного, ну, так вам не надо 4К и 60 FPS и все остальное. А если у вас коммерческая деятельность прям такая, вау-вау, ну, так, я же повторяюсь, так купите Blackmagic, купите нормальную камеру, а не нечто вот такое. комбайн, который умеет все, но до конца ничего конкретного. Сейчас очень популярны камеры Sony, я в этом обзоре о них практически не сказал, но я ставлю ссылку в описании, где я подробно описал, в общем-то, в чем феномен их популярности и почему они дно. Скажем так, я устал повторять, и мне неинтересно делать на них обзоры, потому что я считаю, что эти устройства, ну, банально, просто не стоят внимания. Ну, давайте теперь пройдусь по брендам. Как я уже говорил, главным, я считаю, ну, по сути, вот главное, из чего можно выбирать по-прежнему, так же, как это было, это Canon и Nikon. И у них на сегодняшний день есть и зеркалки, и беззеркалки на любой вкус и свет, которые выполняют по большому счету все задачи. И я не буду говорить, кто лучше, потому что, ну, я понимаю, что я снимаю на Canon, но это просто было воля случая. То есть, если бы я начинал сейчас, ну, Nikon Z6, Z7, мне очень нравится, как они лежат в руках, хоть туда я обязательно бы одевал бы бустер какой-то, то есть, ну, там, мизинец конкретно провисает, но все равно эргономика, кнопки, качество изготовления всего этого дела супер. И вот по поводу качества, я начинал этот обзор, говоря о том, что не надо зацикливаться, что этот фотоаппарат будет по-другому снимать. Тогда вы можете у меня спросить, а на что же тогда обращать внимание, если не важно, как он снимает. Вот на это нужно обращать внимание, насколько удобен он в эксплуатации, насколько доступны там все функции, насколько вам нравится экранчик, нравится тактильно вся эта штуковина. И все, потому что по картинке, мне говорят, Panasonic S1H там, но, допустим, Panasonic S1H по картинке вопросов нет, фото и видео там очень крутое. Но, опять же, если мы говорим фото, ну, это фото, но оно и на Canon, и на Nikon, и на Sony, оно тоже все очень крутое. Ну, как бы все в порядке. Нельзя сказать, что те другие снимают хуже. Но Panasonic, это штуковина такая, которая очень крепко лежит в руке, здоровенная ручка, большой, очень качественный экран, видоискатель, самый крутой из всех, что сейчас есть, то есть видоискатель Panasonic S1H. Я не буду говорить о параметрах, но он классный. Вот все очень круто. Но эта штуковина весит килограмм, и у меня от нее вот без объектива, там еще объектива, там больше килограмма. Я такую вот беззеркалку вообще не воспринимаю, но это не мое. Все. Кому-то, может быть, нравится. Я сейчас не говорю, что это просто плохо. Но лично для меня такой вес, он неприемлемый, ну вот просто вообще. В то время, как Nikon Z6, там 600 грамм весит штука, 24-70, там весит 500 грамм. То есть там, по-моему, я считал 1200 грамм или 1150. Вот у вас рабочий такой комплект на все случаи жизни. Батареи надолго хватает, и функция, параметры, все, что хочешь. Ну и Nikon Z50 тоже очень интересная камера. То есть я бы всем советовал бы идти в магазин, и, ну опять же, я понимаю, что проблема в том, что не у всех есть возможность, там может быть кто-то в удаленных регионах находится, все это взять в руки и пощупать. И людям приходится полагаться на обзоры. Но в таких условиях, в таких условиях, конечно, сложно покупать, потому что вы покупаете кота в мешке. Но просто вот от чего я хочу предостеречь, что не надо вестись на параметры. Почему Sony у них большая доля рынка, и почему вот я всех очень отговариваю от этого бренда, потому что параметры на бумаге одно, а то, что вы возьмете в руки, это совершенно другое. И в руки это лучше не брать. Короче, в описании там будут статьи, где это все писал. Ну, у Panasonic помимо S1H осталась же система Micro 4.3, но о ней говорить подробно, ну не вижу смысла, она себя изживает. То есть Olympus рынка уже уходит с этой Micro. Panasonic еще как-то держится за счет съемки видео, но я вам скажу, где эти камеры для съемки видео еще могут быть уместными, действительно имеет смысл. То есть люди говорят, вот же H5, же их еще берут, типа по-прежнему, типа их берут, и берут еще и на телевидение. Это значит, что они очень профессиональные, серьезные. И тут вот я хочу объяснить маленькую такую, знаете, нюансик. Micro, она по рабочим ISO, но она очень требует света. То есть там 4K заканчивается на базовых ISO 200, 400, все, 800. Если вы снимаете 4K на этой матрице при ISO 800, то оно уже сыпется, оно уже становится очень, ну там нет детализации, особенно в тенях, картинка просто проваливается. То есть если вы хотите качественное изображение, то оно должно быть очень хорошо подсвечено. Тут два варианта. Или вы, как вот, знаете, как фото-видео любители снимают просто на солнечном свете, конечно, света предостаточно, все красиво, все нормально. При таких условиях все снимают. Я сейчас про видео говорю. Но если вы зайдете в помещение или если стемнеет, то все. То есть то, что вы снимете в 4K, ну там, не знаю, я вот в своем обзоре говорил, что можно снять на 3200. Можно снять на 3200, потом перевести это в Full HD и будет Full HD. Хорошо. Но 4K, я вам говорю, оно кончается на ISO 200 и 400. Это означает, что нормально снимать 4K. Если вы работаете в помещении, можно только если у вас очень много света. И свет должен быть, ну, много света. То есть просто там, вот у меня есть обзор моего света, его уже недостаточно. У вас должен быть киловатта света. То, чем могут распоряжаться или, ну, профессиональные такие. Ну, не во всех студиях есть только света. То есть хорошие там фото-видео студии или же ТВ-каналы. То есть к этой камере будет прилагаться 6 источников, мощных источников света. И в тех условиях она будет снимать хорошее 4K. Да, там хорошая батарея, там хорошая эргономика у Panasonic. Экранчик, ну, он маленький, но все-таки качественный. Да, то есть по корпусу, полноразмерный HDMI вход, HDMI выход. Это хорошо, но не рабочий автофокус и не рабочий ISO. Но в условиях, допустим, телевизионной студии или фотостудии, если вы снимаете там, не знаю, интервью, вы снимаете какую-то статичную сцену перед собой, навели фокус, залупили туда светом и снимаете. Да, все будет отлично, но только при этих ограниченных условиях. А если ваши условия, ну, такие, что вы не знаете, что вы завтра снимаете и снимаете все подряд, то это вообще не про эту камеру. Тем более, когда есть такое огромное предложение от Canon Nikon Fuji. То есть она просто не имеет смысла. А стоимость этой техники, но она конкурентная всем остальным брендам. Ну, и говоря уже о всех фотобрендах, есть еще бренд Pentax, который я уважаю. У меня есть обзор Pentax K1 Mark II. Но надо понимать, что эта техника на сегодняшний день уже устаревает. Бренд, ну, далеко не топовый, он, скажем так, нишевый. То есть есть категория людей, которые его ценят, и в нем есть свои преимущества, но у них уже нет последних плюшек. То есть видео там, оно есть чисто номинальное, это Full HD, по сути без автофокуса, обычное Full HD видео. Но там есть, я сейчас не буду проходиться по деталям, скажем так, очень нишево для тех, кому вот, не знаю, в путешествия, кому хочется побольше вот каких-то сложностей. Я бы так сказал. Но как, скажем, как камера, которая выдерживает все в путешествии, которую можно помыть в водопаде, да, как здравая альтернатива Олимпусу. Это да. Ну, мне, например, Pentax не очень интересует, но так глобально свою нишу он занимает, и бренд с огромной историей, свои поклонники, естественно, находятся. Но это не масс-маркет. То есть там автофокус, там, не знаю, по глазам, по лицам, но это не про эти камеры. Кстати, в K1 там, по-моему, он есть, но работает он не шустро. В целом, пожалуй, все. Если есть вопросы, я всегда отвечаю в комментариях, на стримах отвечаю, но индивидуальная консультация у меня платная. Так что, если есть вопросы, в комментариях можете их задавать. Субтитры сделал DimaTorzok